Любите активный и нестандартный отдых? Тогда предлагаем вам необычный футбол в надувных шарах – бампербол. Придумали это интересное развлечение норвежцы, которые решили обычный футбол сделать более веселым, поэтому предложили участникам примерить необычную форму. Так, в 2011 году состоялся первый матч в истории бампербола. В Беларуси эта игра только набирает популярность, играют в нее как в спортивных залах, так и на природе. Вот в такой надувной шар облачается каждый игрок. Никита, расскажи, как его надеть? Сперва вы закидываете руки вот сюда, вот как рюкзак, а затем хватаетесь за вторые лямки и пытаетесь на себя накинуть шар. Ну что, попробуем? Просовываем руки, хватаемся за петлички и... Готово! Побежали играть! Надувные стенки такого шара очень прочные и выдерживают до 100 килограммов. Сфера с тросами внутри мягко амортизирует каждое соприкосновение с землей, так что любые травмы в бамперболе исключены. Если честно, шар весит немало и бегать в нем довольно сложно, так что игра в бампербол вполне может заменить тренажерный зал. Правила этой веселой игры почти такие же, как в классическом футболе. Находясь в надежной экипировке, игроки стараются забить мяч в ворота соперника. Только, а где вратарь? В этой игре нет вратаря, потому что шар достаточно больших размеров, и если поставить его на ворота, то тогда будет достаточно трудно забить игол. В бамперболе не только разрешается, но и приветствуется толкаться, сбивать ног соперника, кувыркаться и все, что душе угодно, даже стоять на голове. Владимир Бадиловский узнал о бамперболе случайно. Коллеги по работе подарили ему на 23 февраля сертификат на игру. На интересное увлечение он взял с собой 8-летнего сына, ведь возрастного ограничения в бамперболе нет. Я взял с собой своего сына, он тоже занимается футболом. Хотел ему показать, что есть помимо обычного футбола и другие виды спорта, где немного по-другому, в других условиях можно играть. Ему тоже очень понравилось, попробовал, что это такое, шарики, немного его чуть-чуть и подмяли, но остался доволен, сказал, что придет еще. В конце матча можно и не понять, какая команда победила. Но разве это важно? Ведь даже самые амбициозные игроки забудут о выигрыше и будут веселиться, как маленькие дети. Игра очень понравилась, но первый раз очень тяжело, конечно, бегать, а так вообще интересно очень, падать прикольно. Отличная игра, хороший выброс эмоций, пота, адреналина даже немножко. Скажу одно, игра не для слабых духом и телом, а для настоящих сильных пацанов. Слабакам здесь не место. Знакомили вас с яркой и необычной игрой бамперболом Мария Сверидович и Алексей Колупанко. Утро студия, хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok